Привет, НЛП! В этом видео 5 простых советов, как принимать решение. И первый, и самый главный на самом деле совет заключается в том, что у нас в НЛП есть одна хорошая базовая пресупозиция. Она звучит так. В любой момент времени человек делает наилучший выбор из имеющихся у него в данный момент. Если ты будешь помнить про это утверждение, про это убеждение, тебе будет легко принимать решение. В любом случае, какое бы решение ты не принял в данной сложившейся ситуации, это будет самым лучшим решением. Но, конечно, ты хочешь получить от меня намного больше. И второй способ, как грамотно принимать решение, заключается в том, что нужно отследить свою телесную реакцию. Мы очень часто забываем обращать внимание на свое тело. И как ты можешь поступить в этом случае? Выпиши несколько своих решений на бумагу, между которыми ты колеблешься. Просто выпиши их списком. Допустим, у тебя есть 3 решения, 4 или 5, а может быть просто 2. И когда ты выписал и начинаешь читать эти решения вслух, обращая внимание на свое тело. И по своей телесной реакции ты будешь наблюдать следующую картину. Какое-то решение тебя будет прям воодушевлять, у тебя тело будет проситься сделать это. Какие-то решения у тебя будут, наоборот, вызывать другую телесную реакцию. Ты будешь чувствовать себя более уставшим, каким-то истощенным. И это тоже хороший способ получить правильное решение. Я очень часто им пользуюсь, обращая внимание на свою телесную реакцию. Третий совет. Как можно принять правильное решение? Он называется идиомоторная симуляция. Надеюсь, ты не испугался этих слов. На самом деле здесь все очень просто. Тебе нужно просто представлять. Берешь одно решение. На прошлом упражнении ты уже выписал несколько решений. Берешь одно решение и представляешь, как будто ты его принял. Причем начинаешь прокручивать немного свою жизнь вперед. И смотришь на то, как ты живешь с этим принятым решением. Если ты проигрываешь этот фильм и тебя все устраивает, скорее всего это будет правильное решение. Потом берешь второе решение. Представляешь, что ты принял второе решение. И начинаешь у себя в голове прокручивать, проигрывать, как будто ты действительно уже принял это решение. И смотришь на свою жизнь. Дальше можно сделать надстройку. Когда ты прокручиваешь свою жизнь, представляя, как ты принял то или иное решение, ты можешь делать еще ассоциацию и диссоциацию. То есть ты проиграл свой жизненный фильм вперед, насколько это возможно. А дальше ты можешь еще посмотреть на себя со стороны. И там ты будешь видеть намного больше разных ответвлений, намного больше вещей, которые связаны с другими сферами твоей жизни. И таким образом прокручивая фильм вперед, ты сможешь принять правильное решение. Следующий способ принять грамотное правильное решение, это его немного отложить во времени. Но если тебе время позволяет, как это можно сделать? Ты можешь принять решение после сна. Засыпая с какими-то мыслями, просто именно засыпай с разными вариантами решения. А когда ты проснешься, твое тело будет отдохнувшим и тебе придет правильный ответ. Но если времени на сон у тебя нету, ты можешь сделать то же самое, только с медитацией. Находишь какую-нибудь медитативную музыку или просто садишься в тишине и отправляешь в свое бессознательное запрос. Я хочу, чтобы моя такая-то ситуация разрешилась. Просишь у своего подсознания. Мое подсознание, я не знаю, как ты к нему обращаешься. Пожалуйста, подбрось мне правильное решение этой задачи. И просто 20 минут медитируешь. Медитируешь сидя, не лежа, можно стоя, но лучше сидя. Сидя ты точно не уснешь и одновременно ты не будешь в бодрствовании. Отключи все гаджеты, даже отключи это видео. И просто посиди 20 минут, разрешив твоему подсознанию дать ответ на свой важный для тебя запрос. Ну и последний, пятый способ, как принять правильное решение. Это совмещение двух способов на самом деле. Ты можешь спросить совета окружающих, а окружающие ой как любят давать советы. Ты можешь просто поспрашивать у своих знакомых, а что мне делать? Или как бы ты поступил в такой ситуации? Просто попроси помощи. Но попроси помощи не просто так. А когда тебе другой человек будет что-то советовать, обращай свое внимание на свои телесные реакции. Ты помнишь второй способ, я тебе рассказывал уже в этом видео. То есть, когда кто-то будет давать тебе какие-то советы, он же будет делать это из добра, из позитивного намерения. Но ты обращай внимание на то, как реагирует твое тело. И те советы, когда твое тело реагирует не очень позитивно, ты чувствуешь усталость, утомленность, может быть головную боль или еще что-то. То скорее всего это то решение, которое тебе принимать не стоит, потому что тебе будет тяжело реализовывать. Но если вдруг тебе кто-то советует что-то сделать, и ты чувствуешь прям какое-то воодушевление в теле, то скорее всего это решение будет верным. Итак, 5, целых 5 способов принятия решения. Первое. Разреши себе принимать неправильные решения. Это очень важно. В любой момент времени я принимаю правильные решения, исходя из тех обстоятельств, которые есть в моей жизни. Второй способ. Обрати внимание на свое тело. Третий способ. Обрати внимание на то, как ты проигрываешь это. То есть потренируй немного. Спортсмены так тренируют свой быстрый старт. Футболисты тренируют так забивание голов. Спортсмены, бодибилдеры тренируют так, как у них мышцы растут. Это очень хорошая технология. То есть представлять, что будет. А там ты уже сможешь определиться. Четвертый способ. Через сон, либо через медитацию. Если есть время, делаешь через сон. Просто перед сном подумай о том, какую задачу ты хотел бы разрешить. А утром прими решение. Либо если же нет времени, погрузись в легкую медитацию. 15-20 минут. Либо под музыку, либо в полной тишине. Обращаешь запрос к своему подсознанию. И во время этой медитации тебе приходят ответы. Ну и пятый способ. Попроси советов у знакомых. Они тебе будут давать очень много советов. Но обращай внимание на то, как реагирует твое тело. И пожалуйста, напиши в комментариях, какой способ используешь ты. А может быть, у тебя есть какие-то свои способы. И тем людям, которые будут читать комментарии под этим видео, будет тоже очень полезно почитать какие-то дополнительные способы, которые предложишь ты. Хотя на самом деле есть еще множество других способов. Например, ты можешь посмотреть видеоролик про игры нового кода. Я рассказываю про игру Alphavit. И когда ты вводишь себя в высокопродуктивное состояние, тебе тоже будут приходить грамотные решения. Либо модель декартовых координатов, где ты можешь разделить сделаю, не сделаю, получу, потеряю. Ты можешь таким образом принимать решение. В любом случае, какое бы решение ты не принял, ты примешь верное решение. Я желаю тебе успехов. Это была передача «Утренняя раскачка». До скорых встреч. Пока-пока.